Сообщество белорусских и российских журналистов «Друзья Себры» хорошо известно на медийном пространстве союзного государства. Здесь ведущие эксперты в области СМИ, блогеры и просто заинтересованные читатели могут встречаться, обсуждать злободневные темы, знакомиться с жизнью журналистской братьей двух стран, обмениваться опытом и просто дружить. Белорусских журналистов мы возим. Они были в Осетии, они были на Камчатке. Последние путешествия в Псковскую область, Пушкиногория, Изборск и так далее. Это самое свежее, что две недели назад было. По России мы их тоже возим. В рамках сообщества действует клуб главных редакторов, на третье заседание которого в Гомель и направились гости нашего города. Клуб был учрежден в ноябре прошлого года. Первая встреча прошла в государственной резиденции Вискули в Беловежской пуще. Второй раз руководители СМИ заседали в Москве. Это творческое объединение ориентировано прежде всего на поддержку интеграционных процессов двух стран. Всякий раз мы своей целью ставим показать друг другу точки роста, показать друг другу то, как мы можем очень качественно и очень по-настоящему, по-доброму, по-человечески, профессионально дружить и работать. По пути на важную встречу наши коллеги посетили Бобруйск. Для них был подготовлен небольшой исторический экскурс. Гости познакомились с достопримечательностями города, узнали о ведущих промышленных предприятиях, улицах и знаковых объектах. Одним из них стала водонапорная башня на Пролетарской. Жалко, что проездом, конечно, я так понимаю, что здесь есть что посмотреть, историческую часть. А так вот, я, конечно, под впечатлением, очень так все атмосферно у вас. Среди членов делегации – внук знаменитого советского дипломата, доктор экономических наук Андрея Громыко Алексей Анатольевич. К слову, третье заседание Клуба главных редакторов приурочили как раз к 110-летию со дня рождения его легендарного деда. Идея о том, чтобы посетить его родные места – это и Гомель, и Ветка, и деревня Старые Громыки, где Андрей Андреевич родился. Мы много общались, когда он ушел из жизни, мне было уже 20 лет, так что достаточно много воспоминаний. Кстати, в заседании приняли участие не только ведущие медиа-менеджеры, но политики и эксперты. Как было отмечено, нынешняя встреча – это не только возможность познакомиться с развитием информационной сферы братских стран, но и прекрасный шанс для диалога творческих сил, поиска новых идей и обмена опытом, обсуждение актуальных вопросов журналистики и путей их решения. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич. Итоги недели.